Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы собрались, что нашли время на наше общение с вами. Меня зовут Бутенко Игорь. Я последние 20 лет прожил в Америке. И только с марта месяца, март, апрель, май, июнь, ну, около 4,5 месяцев я живу в России, а в Америке я занимался программой здоровья. Мы, когда приехали, мы уезжали в 89-м году, когда в России были полностью пустые полки. Кроме продавцов там ничего не было, в магазин заходили. И когда мы, мы сначала приехали на 4 месяца, и думали, мы 4 месяца поживем, познакомимся и вернемся. Но жизнь так сложилась, что мы остались. И когда моя жена зашла в магазин, в американский, она заплакала после... Она увидела такое изобилие, и она сказала, я хочу все попробовать. Все, что в этих коробках и все, что в этих витринах. И несколько лет она пробовала то, что было в этих коробках. И получилось так, что через несколько лет жизни в Америке наша семья каким-то образом... Ну, получилось, что 3 члена семьи сильно заболела. Я покажу вам фотографию. То есть, она очень сильно поправилась. У нее стал вес больше 120 килограмм. Стали такие большие ноги, немела левая рука. И когда она засыпала, она думала, проснется ли она вообще, и не останутся ли дети ее сиротами. Там на фотографии вы можете увидеть нашу семью все вместе. Мальчику Сереже было 9 лет. Ему сказали, что у него детский диабет неизлечимый, и нужно срочно колоть инсулин. А детский диабет, по медицинским данным, вообще не лечится. И до конца жизни колется инсулин. Но когда колется инсулин, вы знаете, что садятся почки, и зрение очень сильно садится. Всегда 100% дозу нельзя определить. А я работал в русской бане. Я открыл там в Америке русскую баню. И работал с 8 утра до 12 ночи каждый день, без перерыва. 5-5,5 лет. У меня было 3000 клиентов, которые регулярно ко мне приходили. И то ли я все время, я 5 раз человека парил, натирал его медом, и делал ему глубокий сильный массаж. И видно тоже, в этом жаре перегрузился. И у меня, утром я проснулся, и увидел, посмотрел на свое отражение, и увидел, что у меня на шее вот такая шишка большая. Но я подумал, ну все, пришел мне конец. И пульс у меня очень сильно повышался. Мы, когда к нам приходили люди, мы мерили пульсы давления перед бани и после бани. И я, когда смотрел на свой пульс, он у меня, иногда тоже я мерил, и у меня пульс повышался. Сначала он был 90 в покое, потом 100, потом 110, потом 120, потом 130, потом 140. И когда он дошел до 147 ударов, то я перестал спать. Я смотрел на свои руки, они вот так вот тряслись. Все признаки были сильного нарушения щитовидной железы. И когда я сходил в госпиталь, а когда приходишь в американский госпиталь, ты подписываешь бумагу, что ты заплатишь любые деньги, какие они потребуют. Без этого не принимается. И я лежал на компьютере и смотрел, как врачи ходили вокруг меня, улыбались, пили кока-колу, рассказывали анекдоты. Но я видел, что там нет сострадания, я видел. И я лежал и вспомнил, что когда-то до отъезда... Я не вспомнил, а я вспоминал, я это все время помнил, что когда-то до отъезда в Америку, я тоже искал пути здоровья. Если будет у нас время и возможность, я вам расскажу. И попал на лекцию Данильяна и Чупруна. Они читали лекцию о живой еде, о сыроедении. И Чупрун рассказывал там, что когда ему три раза в день вызывали скорую помощь, у него останавливалось сердце, и когда он перестал кушать вареную еду, а стал кушать чисто живую еду, то он стал абсолютно здоровым. А Данильян рассказал, ему тогда было 60 лет, он рассказал, что во время Великой Отечественной войны он попал в плен, и 4 года он провел в концентрационных лагерях у немцев. А когда он вернулся, то он попал в русские концентрационные лагеря, в ГУЛАГ, и 10 лет провел в ГУЛАГе. И когда в 62-м году, ну в 60-х годах он вернулся, то он был полной развалиной, вот. И у него весь организм был расстроен, и он прочитал книгу о живой еде Тераванисиана, и попробовал перейти на живую еду. И с ним произошли чудеса. И вот в 80-м, прошло 20 лет, как он был на живой еде, и он рассказывал, что у него фантастическая энергия, что он за несколько дней подготовился к марафону, и пробежал марафонскую дистанцию. И даже у меня потрясло, что он рассказал, что он обижал Иссыкуль в 24-часовом беге. И тогда я, когда я слушал его лекцию, я думал, что я сейчас не готов так сильно и круто изменить свой образ жизни, питания. Вот я еще не готов отказаться от вкусной вареной еды. Но если какая-то будет проблема большая в моей жизни по здоровью, я обязательно попробую, воспользуясь этими знаниями, которые он дал. И вот это было в Америке. Я когда на компьютере лежал, а врачи ко мне подошли и сказали, у тебя тироид в 6 раз выше нормы. У тебя 900 тироидин, который вырабатывает щитовидная железа. И пульс у тебя такой, если он на 5 ударов повысится, то у тебя разорвется сердце. И говорит, мы можем тебе помочь, у нас есть хорошая методика, электрошоком остановить тебе сердце. Вот. Но подпиши бумагу, что в 30% оно снова не заводится. А потом мы его тебе заведем. И тогда, лежа на этом компьютере, я понял, что я попробую по-настоящему 100% перейти на живую еду и посмотреть, насколько это реально. И когда я вернулся из госпиталя, а, еще нужно было заплатить за операцию 58 тысяч долларов, которых у меня не было. Нужно было платить иншуренсы. И потом я узнал на компьютере, что когда делается операция щитовидной железы, то человек, ну, он в инвалида превращается. Вот. Он на гормонах все время находится. И совсем по-другому жизнь. И когда я пришел, мы с семьей договорились, что мы два месяца ни разу не нарушим и будем кушать только живую еду. Только сырую еду. Мы, а, жена очень сильно обрадовалась. Первым делом она схватила макровые, вынесла ее в гараж и ударила по ней кувалдой, чтобы не было соблазна. Вот. Вынесли печку из дома, все, какие были, рис, макароны, хлеб, сложили в черные пакеты и отнесли. Я не помню уже куда. И стало шаром покатим на полках. Мы поехали в магазин, купили на 300 долларов фруктов, овощей, которые знали. И наш эксперимент начался. Мы договорились и вот эти два месяца полностью поддерживали друг друга, не нарушив ни разу, ни грамма. Хотя, оказалось, принять решение было достаточно легко, но выполнить его не так просто. Потому что, оказывается, мы настолько привыкшены, у нас addiction, такая привязанность к вареной еде, что начинается как у людей, которые не принимают наркотики, а потом им не дают, у них начинается ломка. И вот у меня лично была очень сильная ломка. Я не мог заснуть и ночами просыпался. До двух часов ночи я ходил, как разъяренный тигр, по комнате, по кухне. И если была, конечно, какая-то корочка там, хлеба, вот, конечно, я бы не удержался. Но дома было пусто совершенно. Я открывал холодильник и уже смотрел на эти ненавистные бананы и апельсины, которые невозможно было. Но видел, что не нарушал все равно. Но что удивительно, через несколько дней я увидел, что я уже могу засыпать нормально, что я увидел, что руки перестают трястись. А через несколько, может быть, дней 10 или через 2 недели сын подошел к маме и сказал, что машинка, которая измеряет сахар, и всегда показывала повышенный сахар, она сломалась, она показывает нормальный сахар. А мама сказала, что не машинка сломалась, а просто ты выздоровел. И появилась какая-то... Да, были вот эти муки, как вот во время голодания, знаете, сила, сила, энергия. А потом раз в какую-то дыру проваливаешься, и ватный становишься, и тяжело становится ходить. А потом, если не перетерпишь, покушаешь, все, сошел с этого. А если перетерпишь, снова будет взлет, и все время будет. И вот так же было с живой едой, с этой. Я увидел, что могу справляться значительно больше работой. Вот, но увидел, что мои пальцы начинаются, начинается, когда кушаешь, начинаешь, когда организм начинает так серьезно очищаться, начинается очистительный кризис, начинается такой. Я посмотрел, смотрел на свои пальцы, у меня пальцы все вот под ногтями стало появляться, как будто бы гной такой, и все пальцы раздулись. Вот таким образом наш, мой организм начал очищаться через нагноение. Вот, потом было очень, не очень, было достаточно тяжело, что нельзя было далеко отойти на 50 метров от дома, нельзя было отойти. Главное, у меня баня была рядом с домом, вот, и при этом, потому что в туалет я бегал 50 раз в день. Вот, такое сильное было очищение. Вот, но это все было мелочи, потому что я увидел, что пульс у меня уменьшился, уменьшается и уменьшается. И я сказал себе, что я пульс не буду мерить целый год. Я знаю, что он уменьшился, но я ровно через год его померю. И когда мы были, через год, когда мы были на Гавайских островах, мы сделали себе 10-дневный отпуск, первый раз за 5 лет. И я зашел в супермаркет, и там есть машинка, которая меряет пульс и давление. И я зашел, засунул руку в эту машинку, и мне пульс показал 38. Это пульс, я подумал, наверное, машинка сломалась. Такого не может быть. Это пульс марафонца, у которого очень сильное сердце, и которое сердце бьется очень сильно экономно. Оно бьется у него так, раз, раз, раз. То есть, очень медленно, но очень сильно. Я три раза промерил, и у меня было 38, 40, 41, вот так вот. И все было в этих пределах. Вот, прошло, все это было ерунда, что нагноение было там, вот. Это все было, все эти было, это было мелочи. Самое главное, я увидел, что я становлюсь совершенно здоровым человеком. И, удивительно, через какое-то время мне подарили на день рождения вот такие вот, я здесь тоже купил вчера вот эти вот отжималки, на которых отжимаются от пола люди. И когда мне подарили, я взял их в руки и подумал, через несколько лет, когда я пробыл на живой еде, я подумал, интересно, я когда занимался плаванием, я на них отжимался, и я максимум мог, мне было 16, 17 лет, и я мог отжаться максимум 70 раз от них. Мы, у нас было в группе, был человек, который мог 100 раз отжаться. И мы все стремились 100 раз отжаться, но никак не получалось, как я не тренировался. После 70 раз у меня руки становились каменные, и я не мог ни одного раза больше отжаться. И вот прошло почти 30 лет, и я их ни разу в руках не держал, и ни разу по существу не отжимался. Я подумал, интересно, был я как раз во Флориде, я подумал, интересно, сколько я раз могу на них отжаться. Я тогда поставил их на пляже вот таким вот образом, уперся в песок и начал отжиматься. Я сделал 1000 отжиманий. 1000, но не за один раз. Я вот так вот, я вот начал с 10 раз. Я 10 раз отожмусь, и вот так это обойду вокруг них. Еще раз 10 раз отожмусь, и еще обойду их вот так. После 100 или 200 раз, я увидел, что я могу уже по 15 раз отжиматься. Когда я сделал 300-400 раз, я уже по 25 мог отжиматься. А когда я подходил к 1000, я уже по 50 раз отжимался от этого. Я был очень, и я когда сделал 1000 раз, я удивился, что я не дошел до предела. Мои руки были абсолютно расслаблены, и я себя прекрасно, я не задыхался, я себя прекрасно чувствовал. Я окончил институт физической культуры московский, и я прекрасно знаю, я работал тренером по тяжелой атлетике. И я знаю, что, и вы все знаете это прекрасно, что если человек отжался 10 раз, то через 2 секунды он сделает 9 раз, потом 8, потом 5, а потом 1 или вообще не сможет сделать. А когда находишься на живой еде, на сырой еде, то совершенно по-другому организм работает. И мы написали, я вам расскажу, что происходит, почему появляется, почему уходит хроническая усталость у человека, почему проходит смертельное заболевание. Этими болезнями, вот диабетом в Америке болеет 15 миллионов человек, щитовидной железой, тироид называется, болеет 18 миллионов человек. И когда прошло 2 месяца вот этого поддержки друг друга, и мы кушали вот эту живую еду, я вот так хватался, схватился за голову, и похватался за голову и думал, надо же, как же так, я, у меня нету медицинского образования, чтобы какого-то такого, я не знаю, как лечить эти болезни. У моего сына прошел диабет, у меня прошел тироид, да, этот, и у жены прошло сердце, она похудела в течение года тоже потихонечку, она похудела на 60 килограмм, стала совершенно нормальным человеком, вот, у нее перестала неметь рука, Сережа тоже стал совершенно, совершенно здоровым, вот, и у меня все прошло, вот, а я похудел за эти 2 месяца на 25 килограммов. Это вот день рождения, когда я задуваю свечки на этих пирогах, на вареных, вкусных, от которых можно получаем удовольствие большое, и хорошее общение, но здоровье страдает. А вот через 2 месяца, вот из этих, вот мы кушали вот все, что было на этих подносах, мы еще не знали никаких, каких-то особенных рецептов по, ну, вкусных по живой еде, ну вот, но мы были, я смотрел, думаю, удивительно, потрясающе, оказывается, я могу, значит, не прикасаться к вареной еде. И вот это вот, вот это ощущение своей силы, что ты преодолел, что ты смог, и это было фантастическое, создавало фантастическую, эйфорию такую потрясающую. И у нас был успешный бизнес, русская баня, он давал хорошие деньги, у нас был дом рядом, мы построили маленький дворец, 5 лет, всякие резчики по резьбе, по дереву, резали украшения, орнамент, у нас такие были громадные столбы, вырезанные, пятиметровый такой орнамент на них был, и на них висела такая цепь с вывеской, русская баня, и много скульптур было, ну, мы сделали маленький дворец. Но когда мы выздоровели, когда мы избавились от диабета, от сердечной, от лишнего веса, от тироида, от щитовидной железы, вот, кстати, еще прошел у меня артрит полностью, у меня была тоже большая проблема, вот, тогда мы, вот лично я держался за голову и думал, надо же, об этом же нужно, должны были знать все люди, что не обязательно, ну, кто хочет, он идет по пути операции, уколов, там, таблеток, там, вот, а как же нам не рассказали, почему это я слышал 20 лет назад у Данилиана, там, да, это, эту лекцию, и ни в России об этом не так не было заявлено, ни в Америке не было это, и тогда мы решили закрыть нашу баню, бросить наш дом, мы, по сути, его бросили, потому что продать его было трудно, вот, мы продали, но совсем за минимальное, это, и мы тогда погрузили все, что у нас было в эту, в машину, Островын у нас был такой маленький пикапчик такой-то, и сели, и решили рассказать всему миру, всей Америке, что не нужно делать операции, что не нужно платить страховку, иншуринс называется в Америке, что, что не нужно садиться на гормоны, что не нужно платить, каждая семья платит, в общем-то, тысячу долларов страховку за здоровье, что лучше эту тысячу долларов пойти и купить манго, бананы, апельсины, вот, и мы начали рассказывать это людям, люди очень сильно, первые, с кем мы начали, ну, рассказывать, делать рекламу, сильно сопротивлялись, они говорили, сотни, тысячи лет люди кушают вареную еду, как это возможно, чтобы с помощью живой еды, сырой, проходили болезни? А, кстати, Гиппократа, когда спросили, вы же слышали, да, много, что, его высказывание, что ваша еда станет вашим лекарством, вот, вот, это, ваша еда, это вот живая еда, которую люди, люди кушают, и сначала собиралось у нас по три человека, мы, мы уже научились кое-какие рецепты делать, так, к тому времени, мы уже научились делать, мы уже научились делать борщи живые, мы научились сырой хлеб делать из, да, изо льна, вот, мы научились делать, мы даже научились делать свадебные торты, вот, мы даже научились делать свадебные торты, где не было муки совершенно, где не было сахара, где не было, это, где было только мед, сухофрукты, орехи, вот, Вот мы научились делать пиццу сырую, вот потрясающие борщи, торты научились делать. Смотрите, какие эти. Вот это на Джамайке, да-да, на Джамайке нас приглашали на фестиваль. Со всего мира были люди. Вот этот торт я сделал тоже на 260 человек. Величиной вот с этот стол такой был торт сыроедческий. Мешками уходили орехи, банками мед уходил. Вот, потом заменитель шоколада из кероба. Вот, разные-разные, значит, эти были. Вот, а это как бы сырой поросенок так, из этого, овощной, из овощей сделанной тоже, из сырых. Вот. И люди сопротивлялись. Но некоторые из них решили тоже попробовать. Они получили эту информацию и решили попробовать, так же, как наша семья попробовала у Даниляна использовать эту информацию. И через некоторое время они звонили нам и говорили, у нас прошла наша проблема, у нас прошло то, у нас тоже щитовидка прошла, у нас артрит прошел, у меня астма прошла. И они говорят, мы рассказываем нашим родственникам на работе, и нам никто не верит. Они говорят, такого не может быть. У вас уже есть какой-то наработанный опыт, приезжайте, расскажите. И мы вам организуем лекции. И мы приезжали к ним, и уже собиралось не по три человека, а по 13, по 15 человек. Уже было один раз в Аризоне, мы были когда в Аризоне, мы каждый год по, ну, все равно эти города объезжали. И один мужчина встал и сказал, говорит, вот я, были в Мексике, соревновали Олимпийские игры для 60-летних, бывших олимпийцев, кому 60 лет исполнилось. И я, говорит, завоевал золотую медаль, и говорит, в прошлом году я очень сильно плохо себя чувствовал, болел. Я уже не помню, какая у него болезнь была, но он говорит, я послушал вашу лекцию и перешел на живую еду, и говорит, и завоевал снова Олимпийскую золотую медаль. Эта медаль, говорит, мне не принадлежит, я хочу подарить его вашей семье. Так что у нас появилась Олимпийская медаль. А однажды во Флориде мы были, и подошел после лекции, встал мужчина и сказал, вот посмотрите на две фотографии. У меня была смертельная форма диабета. Мне сказали врачи, что через 4 месяца я должен умереть, я и 4 месяца не проживу. Я послушал, я был у вас на классе и прослушал эту лекцию. И я полностью так же, как и вы, попробовал и перешел. И прошел год, как я был на живой еде, и теперь, говорит, я совершенно другой человек. У меня нет никакого диабета. Я владелец золотых приисков где-то там. И я делаю вот эти золотые перстни там всякие. И говорит, я каждому из вас хочу подарить по золотому перстню. Мы не носим, мы говорим, мы вообще руки, ни цепей, ни... Он говорит, я хочу, чтобы у вас что-то было мое. Ну, я взял у него перстень, а на нем был этот шахтер, тащил этот золотой шахтер, тащил золотую тележку, наполненную золотом. Но когда я приехал к себе в Ашланд, то мне один мой товарищ помог купить хорошую машину. И я в благодарность подарил ему этот перстень. Потому что он у меня валялся, я его тоже, я его все равно потерял бы. То есть мы начали ездить, появились люди, которые это подхватили. И потом в 98-м году мы решили сделать эксперимент для своей семьи. И пройти большую дистанцию 2400 милей по Pacific Crest Rail. Это от мексиканской границы до Канады, это значит порядка 3500 километров. Вот, по Тихоохеанскому хребту. Там, да, пешком мы решили. И мы, нас привезли друзья на этот, на мексиканскую границу. А нас было пятеро. Это была дочка моя Валя, приехала племянница из Херсона, Катя, Сережа, я и моя жена. Вале было 11 лет, Кате 10, а Сереже было 12 лет. И мы разулись, разулись, и решили, у нас с собой на всякий случай были сандалии, вот, и решили на живой еде, без копейки денег, пройти эту дистанцию. И мы прошли за пять с половиной месяцев, мы прошли 3500 километров. Мы шли и собирали съедобные травы, вот в это ведро мы их, когда шли, когда были какие-то кусты, заросли, где много было этой травы, мы просто ее нарывали. У нас немножко было там орехов, изюма, вот, значит, это. Вот, но в основном мы кушали вот, ну, то, что было, и кушали по существу, мы утром делали маленький завтрак, это было из замоченных орехов, вот. И у нас было пять фиников на человека в день. Мы перед отъездом распределили эти финики, у нас было на всю дистанцию пять фиников в день. И вот эта вот, и вот эта вот трава, которую мы кушали. И вечером, когда мы заканчивали, мы кушали вечером тоже по существу. Мы кушали, по существу у нас одна еда была в день. И шли мы по потрясающей красоте. Мы видели, мы видели фантастическую, менялась природа. За каждым поворотом было что-то новое совершенно. И мы, когда оказывается люди кушают живую еду, у них исчезает страх. Они чувствуют, что природа это их мама. Что, что нечего, нечего бояться. Мы не пропадем, что мы в руках мамы находимся. Вот. Мы, когда шли по снегу, мы одевали просто на ноги целлофановые пакеты. Вот. И как-то раз был очень глубокий снег, он сначала был по щиколотку, потом выше, и потом до колен доходило. И я шел первым, и они мне все в мои следы попадали. И через где-то полчаса, сорок минут, мои ноги, я чувствовал, что они, я их не чувствую, они как в ледышки превратились, обледенели. И как будто бы я наступаю не на свои ноги, а как будто на лед. И несколько часов мы так прошли, и когда спустились в долину, где уже не было снега, я сказал, давайте встанем в речку, и хоть она вода и ледяная, но она теплее, чем снег. И наши ноги оттают обратно, из ледяных глыб обратно станут. И когда я снял пакеты, я увидел, что ноги мои синие. Я подумал, ну вот, отморозил себе ноги, как же дальше будут. А встал в речку, синего отошла, это краска была от пакета. И я посмотрел, я посмотрел, что я отморозил только два пальца, на одной дорогие, на другой. Насквозь они отморозились, значит, это. Но я не расстраивался, я был на живой еде, потому что болезнь заживает, как на собаке у тебя. На следующий день мы встали, одели сандалии, землей забились мои раны, мои эти отмороженные, и совершенно ничего не было никакого, ни нагноения, ничего. И интересно, мы пили тоже воду, мы купили всякие очистители для воды, но в первую же неделю мы их выбросили. Очень пить хотелось, а они очень давали малого, однажды было процеживать. И мы пили даже вот из болотистую воду иногда проходили, и совершенно никогда не болел живот, ни ничего. И было очень интересно, что первые 10 дней была фантастическая, ну, адаптация к этой нагрузке. А пройти 10, 12, 14 часов с рюкзаком, который весит там 80-70 паундов, это значит то же самое, что разгрузить 60 тонн вагон, вагон лопатой разгрузить. Вот. И первое время, первые ночи никто не спал, нас вот так вот крутило, и болело, и болело, крутил, не болело, а крутил каждый пальчик. Палец не участвовал, мизинец, в движении, но так сильно поднималось всё изнутри, так сильно циркулировала кровь и лимфатическая жидкость, и так сильно всё циркулировало внутри, что, ну, крутило всё, каждый сустав, а через 10 дней совершенно стало всё, перекратилось полностью. И мы себя чувствовали, я настолько адаптировался к рюкзаку, который был там, что когда я его сбрасывал, мне казалось, что мне чего-то не хватает. Какая-то непонятная лёгкость была в моём теле. Когда мы прошли половину дистанции, а там книжка большая есть, где написано, вы герои, вы уже половину дистанции прошли, у вас все ноги в мозолях, ваша одежда уже так токсична от вашего пота, что её только нужно сжечь, вам напрягитесь и ещё дойдите. А когда выходит у нас из Мексики, выходит в год, ну, в среднем 300 человек, мужчин, здоровых, молодых людей, и доходит только 30 человек до конца, до конечной дистанции. И, а мы смотрели и удивлялись, у нас не было ни одного мозоля, мы себя прекрасно чувствовали, мы были совершенно неуставшие. И один раз Катя, мы пришли рано на отдых, и Катя забыла на предыдущей стоянке какие-то свои вещи важные, а я сказала, я сейчас бегаю и принесу. И они удивились, я взял фонарик, знал, что ночью придётся, и 12 милей пробежал до того места, где мы в прошлый раз останавливались, и 12 обратно вернулся. И, ну, удивительные способности, удивительные возможности появляются у человека, который кушает живую еду. Вот, что происходит, почему происходит, почему происходит, почему происходит, почему человек вообще выздоравливает, когда он кушает живую еду. Вот, есть такой, сейчас и в России есть такой анализ, называется живой анализ крови, Life Blood Test, который берётся из пальчика кровь и смотрится, в каком состоянии находятся твои эритроциты. Вот, в основном, можно там посмотреть или экоциты посмотреть, но в основном смотрят эритроциты. А эритроциты – это носители кислорода. Они вот такие, на компьютере мы видим вот такие кругленькие, вот такие вот кругленькие-кругленькие, кругленькие-кругленькие шарики. Вот, и когда человек кушает, когда я много раз мерил эту кровь и смотрел, до того, как я только начал, я когда только начал кушать, ну, эту живую еду, мы были у Бернарда Дженслана в Сан-Франциско. И там тоже я провёл этот тест и видел, что в крови всякие вот есть вот такие вот частички какие-то, вот такие вот, помимо эритроцитов. И эта женщина, которая мерила этот анализ крови, делала, она сказала, что это гигантские молекулы, это грязь, это то, что считается токсинами. И эти гигантские молекулы объединяются друг с другом, и конгломераты таких гигантских молекул создают. И эти молекулы вызывают, ну, серьёзные заболевания, вплоть до рака у человека. И когда, у меня много таких кассет было по этому, по анализу крови, и когда кушаешь живую еду, то эти эритроциты, носители кислорода, они несут кислород 13 миллиардам клеток нашего тела. И когда клетки наполнены кислородом, а когда клетки наполнены кислородом, обменные процессы у них происходят нормально. У них это то же самое, как вот на печку, когда давление нормальное, и в сопло поступает много кислорода, дыма нету, шлаков, токсинов нету. А когда мало кислорода и забита печка, то много дыма, много токсинов. Так же и наши клетки. Когда много кислорода, тогда проходит, все болезни проходят. По существу считаю, я считаю, что существует только одна болезнь. Хотя медицина говорит, что есть сто тысяч наименований болезней, но одна болезнь, это нехватка нашим клеткам кислорода. И как только кислорода становится достаточно клеткам, у человека проходят все проблемы, все. И артрит, и потому что я знаю, что такое болезнь. Я с детства мне делали всякие разные операции, мне удаляли дважды гланды, аденоиды, долбили перегородку, прижигали жидким азотом глотку, удаляли аппендицит, удаляли геморрой и так далее, и так далее. И когда мне было 24 года, я видел, что мне не могут помочь. Они не знают, как сделать меня здоровым. И до того, как у меня возникла тероидальная проблема, я подумал, если я сам себе не помогу, то никто мне не поможет. И я подошел к проруби. Хотя до этого я много раз пытался закаляться, закаливанием заниматься. Но снова заболевал и простывал. Тысячи раз я болел простудными всякими заболеваниями. Я подошел к проруби и сказал, с этого дня я больше болеть не буду. Никогда. Если даже я заболею, я не прекращу купаться в этой ледяной воде. Я у Моссова прочитал такое потрясающее высказывание, что болезнь – это порочная связь нашего мышления с пораженным органом. У меня была порочная связь моего мышления, что если будет холодно, я сразу заболею. У меня сразу возникала ангина реально. И все меня убеждали в этом. Моя мама, врачи, натуропаты. Все, кто угодно, с кем я встречался и пытался избавиться. И я решил, я сказал, а я порву эту связь. Я подошел к проруби и сказал, будь что будет. И нырнул в прорубь. Поплал в этой проруби. И после этого я перестал болеть простудными заболеваниями. И я больше никогда не болел простудным. У меня все кончилось. Я порвал эту порочную связь. Я тогда, я стал ходить в сандалиях, я перестал носить куртку. Я перестал, когда окунаюсь в ледяную воду, вытираться. И даже иногда, несколько раз у меня возникало, что там начинало першить в горле. А я в этот день говорю, а я теперь каждый час буду купаться в ледяной воде. И я бежал на Москву реку. Мы на Коломенское жили. Разбивал эту там уже обледеневшую прорубь. Немножко там, ее все время чистили. Немножко разлили. Поплаваю и все. И у меня за сутки все проходило, переставало. Болезнь боится. Нашей смелости. Вот только и все, и все наши болезни, они находятся в нашем уме. Все страхи находятся в нашем уме. И просто если вы решительно, глубоко скажете, что я абсолютно здоров, да? И достучитесь до своего сердца, у вас пройдет, все у вас болезни пройдут. У меня был недавно перед отъездом в Россию, у меня был интересный случай. Я был во Флориде, и у меня была, я занимаюсь массажем, целительным таким массажем. И женщина ко мне, молодая женщина, Алена из Торонто она, ей 28 лет. Она приехала с братом в институт Гиппократа, который лечит живой едой, сырой едой. Вот, я вам покажу вот этот, вот этот, вот журнал этого института Гиппократа, вы можете посмотреть, где люди рассказывают, как с помощью проросших спраутов за три недели, когда они находятся в группе, когда они друг друга поддерживают, так же как мы поддерживали четвером в начале, у них проходят все болезни тоже, и это тоже вот относится к этому кислороду, что наполняется клетки кислородом и проходят все болезни. Но стоит, сейчас я закончу тогда вот это, потом вернусь сюда, но стоит скушать человеку вареной еды, то и сделать тот же анализ крови, то происходит вот такая вот, вот таким вот образом, вот эти элитроциты слипаются, вот, и нашим клеткам не хватает кислорода, и у нас начинается 100 тысяч наименований болезней, а болезнь, а болезнь всего лишь одна, нехватка, нехватка нашим клеткам кислорода. И тогда, когда кушаешь вот эту живую еду, клеточки элитроциты кругленькие, а когда кушаешь вареную еду, они вот такие часто бывают, вот такие, вот такие, вместо круглых, и это как целый космос, внутри у нас микрокосмос находится, и наш ум не подвластен, что там миллионы, миллиарды всяких процессов и реакций проходят. Но если наш ум скажет, что я ничего не боюсь, то происходят фантастические вещи. Если наш ум скажет, я могу тысячу раз отжаться, я могу тысячу раз отжаться. А если я скажу, что я устал, то я уже устал. То есть происходит... Да, и вот эта женщина, она сказала, что... Я с ней сделал пять сеансов массажа своего, она очень глубоко расслабилась. А еще Гиппократа спросили, что такое здоровье? Он сказал в четырех словах, здоровье это глубокое расслабление. Это расслабление, когда останавливаются наши мысли, когда мы глубоко, мы даже не представляем, как можем мы глубоко расслабиться. И после вот этого небольшого курса, что я с ней провел, она сказала, я с тобой хочу поговорить. У меня... Мы вышли на улицу, она говорит, у меня большая проблема. У меня кандида. Это грибок в крови, знаете, да, вот кандида. Это очень серьезное. В Америке, я не знаю, насколько это распространено в России, у меня, говорит, кандида, и говорит, мне нельзя никакого сахара, потому что кандида, грибок разрастается от сахара. Даже мне, я сейчас буду в этом институте Гиппократа, и мне даже запрещено кушать сладкие фрукты. Я говорю, вся у тебя проблема не в кандида, не в этом, не в сахаре, а в твоем уме. Ты думаешь, что ты больна. И тебя все вокруг убеждают, что ты больна. Я и рассказал про Амосова, и про свой метод лечения прорубью, что я сказал, что я здоров. И я перестал болеть простудными. И говорю, знаешь, и ты тоже, вот ты здорово прямо в данную секунду можешь быть, но только скажи себе, что ты абсолютно здорово, да, не на уровне ума, а на каждой клетке, чтобы это в каждую клетку проникло у тебя, что ты абсолютно здорово. И что болезнь, это порочная связь центральной нервной системы с пораженным органом. Мы с ней полчаса поговорили. Я говорю, хочешь, мы пойдем с тобой сейчас купим килограмм конфет самых лучших и вместе съедим с тобой, и у тебя ничего не будет. Никакого ни кандида, ничего. Мы через полчаса с ней расстались, через два дня она меня в институте Гиппократа встретила и говорит, обняла меня и говорит, знаешь, я сдала анализ крови, и у меня абсолютно чистая кровь. У меня нет никакого кандида. Я после того, как с тобой поговорила, я целый день медитировала, что у меня абсолютно чистая кровь. А анализ крови брала владелица этого института, и она показывала ей, что у нее очень серьезная форма кандида. И этот раз она тоже с ней брала, у нее кровь, у нее брала. И у нее была абсолютно чистая через неделю кровь. И как раз в этот день у меня была лекция, я с переводчиком читал там за пределами этого института. И я сказал, приди, будет запись тоже, видеозапись. Расскажи людям, как ты смогла порвать эту порочную связь своего мышления со своей больной кровью, как ты сделала кровь абсолютно чистой. Что, какая сила в наших мыслях есть. И она пришла, и появилась эта кассета, где она рассказала о своем этом. Но наутро мне, правда, позвонили с института Гиппократа, и сказали, чтобы я больше туда не приходил. Потому что люди выздоравливают просто так, без всяких оплат. Они сказали, езжай в Россию, пропагандируй наш институт по всему миру, но с нашими этими больными ты больше не можешь разговаривать. Вот такой был перед отъездом случай. Вот. Все находится, все, все, и что интересно, что есть, это все равно, сырая еда, живая еда, все равно это один из методов здоровья. Все равно, я когда прожил, вот сто процентов я кушал только сырую еду, только живую еду я кушал, почти ни разу не нарушая, 15 лет я находился. Но возникает тоже, когда после 10 лет, когда 10 лет кушаешь полностью вот эту сырую еду, живую еду, то тоже появляются, появляются, вот, появляются, говорят, что не хватает B12, что почва очень обедненная, и нет тех микроэлементов, которые должны были быть в этом. Но если, мы тоже, мы в определенный тупик уперлись после 10 лет, вот, я увидел, что на моих ногах, я смотрел на ноги у себя, и у меня вместо волосяного покрова стали появляться залысины на ногах. Здесь, здесь появились залысины. И тогда мы стали думать, а как же нам получать этот B12, этот витамин? Мы разные делали эксперименты, вплоть до того, что мы читали, ну, по интернету много вещей, что в земле находится B12 витамин. И тогда я уходил далеко в лес, брал мешочек земли, выкапывал, и приносил домой, и мы по чайной ложке выпивали этой земли, размешивали в воде, и просто пили землю, значит, это. Но нам, мы рассказывали это людям, и мы должны были сами узнать, как, чтобы у нас заросли, заросли эти волосы, и появилась какая-то. И сказать, что люди, которые кушают сырую еду, они знают все. Нет, не все. Мы все, мы не знаем человека глубоко, мы не знаем, и когда мы признаемся в том, что мы не знаем, у нас появляется шанс развернуться и пойти в сторону, где мы можем узнать больше. Всего человека узнать невозможно. Он состоит не только из физического тела, он состоит из энергетических тел. В одном только физическом теле миллиарды процессов происходит. А есть еще и тонкие тела у нас, значит, и человека мы не знаем. И когда мы признаемся в этом, у нас больше шансов. Есть такой, был такой врач, доктор Залманов, написал книжку «Тайная мудрость человеческого организма». И у него совершенно другая концепция, чем у всей медицины. И он сказал, чтобы медицина вылечивала людей, она должна в первую очередь признать, что она их вылечить не может, что она, что надо идти по другому пути. И многие, вы знаете, тоже были, я перед отъездом в Америку, были всякие рожные сеансы психотерапевтов, вот в частности я дружил со Синюком, который проводил сеансы аутотренинга, на фабриках, заводах, в институтах были вот эти аутотренинги. И психотерапевты вот такого продвинутого плана, они говорят, что на 95% люди больны от своего ума. И если их освободить, их ум от их болезни, то они, то есть от мысли о болезни, то они становятся здоровыми. Вот так же, как вот говорил Амосов, что порвать поручную связь с пораженным органом. И еще, что происходит, интересно, когда кушаешь живую еду, Залманов написал, что если кушаешь, когда мы обычно кушаем, там, три раза в день, завтрак, обед и ужин, то у нас в день выделяется 750 миллилитров слюны, у нас выделяется литр полтора желудочного сока, поджелудочная железа выделяет 750 миллилитров, кишечник, кишечные железы выделяют около трех литров у нас ферментов, а ферменты – это энзимы, это наша жизнь. Вот. И когда мы кушаем, когда мы кушаем вареную еду, то, когда мы ее варим, мы убиваем эту жизнь и те энзимы, которые находятся в сырой еде. И тогда, когда мы поглощаем эту вареную еду, она дает нам жизнь, эта вареная еда, но она забирает наши ферменты, она забирает 750 миллилитров слюны, она забирает, она забирает 5 литров у нас жидкости, наших, и каждый день мы отдаем 5 литров жидкости, значит, своей жизни, чтобы продолжать жить. А когда мы кушаем живую еду, тоже сырое яблоко, не вареное, а сырое, то в нем есть энзимы. И когда мы кушаем живую еду, то тогда в ней есть энзимы, и наш организм не выделяет столько ферментов, и он выделяет в 10 раз меньше. Если поджелудочная железа выделяла 700 миллилитров, то когда мой сын стал кушать живую еду, она в самом большем случае выделяла 70 миллилитров. И тогда диабет прекращался у человека, и ему не надо было колоть инсулин, и он чувствовал себя абсолютно здоровым. И мой сын написал две книжки, вот это я вам показывал, это одна из его книжек, «Eating without hitting», это «Еда без приготовления огня». Ему было 16 лет, когда он написал эту книжку, и с моей дочкой, с Валечкой, они написали. Здесь 150 рецептов вкусной еды, которые реальны, все рецепты не выдуманы, не высосаны из пальца, она не так сильно оформлена, как, скажем, другие красивые книги. Вот, скажем, вот это вот. Эта книжка очень красиво оформлена, тут всякие гурманские салаты, всё, да? Но тут не такие реальные, они дорогостоящие и не такие вкусные, как вот в этой книжке эти рецепты. И этой программой живой еды занимаются тоже доктора в Америке. Один из докторов, это владелец этого института Гиппократа, Брайан Клемман, мой друг, кстати, который не разрешает ни лекции у него читать, потому что у него люди выздоравливают и не разрешают делать массажи, потому что когда я делаю массаж, то у него тоже всё проходит. Вот, и поэтому это очень... А бизнес есть бизнес в Америке. Вот. И это... Или Габриэл Казинс, у которого тоже институт сыроедческий в Аризоне, он сделал тоже интересный эксперимент, он пригласил самых толстых больных чёрных, у которых по 400 паундов, по 200 килограмм люди. И пригласил... У которых серьёзнейшая форма диабета. Они много потребляли, много лет этот инсулин они принимали. И один месяц они кушали у него только сырую еду и ничего. И через месяц у них были абсолютно нормальные анализы. Они танцевали, веселились, что они стали здоровыми. И если бы они будут продолжать, то они ещё проживут и 20, и 30 лет без всякой... Но если они начнут вернуться, то может вернётся, а может быть и не вернётся у них эта проблема. Вот. Ну, как я сказал, что... Что очень сильно... Ну, вся проблема у человека заключается в его... Когда я вот позанимался 15 лет сыроедением, да, вот этой живой едой, я немножко... Я немножко устал разговаривать о еде, о рецептах, а там... Потому что с кем бы ни разговаривал, начинаю спрашивать, а какой рецепт, значит... Ну, слишком много я об этом говорил, слишком много я делал эту еду, и мы 300 дней в году находились на колёсах. Только 60 дней мы были дома, а так мы из города в город переезжали. Я занимался едой, языки я так и не выучил английский. Это... Да, за 20 лет это... И я работал... Ну, мне переводили то, что это... Я готовил эту еду. Мы, скажем, приезжаем в Канаду. Мы... Дождик идёт, снег идёт. Мы машину... Где у нас там собралось сколько-то? В Канаде, кстати, много людей собиралось. По 300, по 400 человек. И канадцы, они такие доброжелательные и такие открытые, что это как бывшие советские люди. Они открытые, спокойные, радостные. Вот. В Америке они уже тысячи раз их обманули, людей, и они всё-таки настороженные такие. А канадцы открытые, и мы подъезжаем к этому... Я из машины вытаскиваю палатку, ставлю 4 стола быстро, этим шнуром электричество провожу к палатке, и быстро-быстро, за 40-50 минут делаю на этих блендерах, на машинках еду. Хлеб я свой уже приготовил, там намазываю сэндвичи, делаю борщ, суп. И там сколько есть людей, я всех их кормил. Вот. А потом, когда заканчивала, ну, моя жена рассказывала лекцию, мне тоже давали слово выступить, скажем, и рассказать как-то, ну, что для мужчин, потому что многие боятся, а не потеряю ли я свою силу физическую и мужскую. И я им рассказывал, что ничего вы не потеряете, а вы всё приобретёте. И очень часто я привозил с собой гирю, с собой, и для мужчин показывал, что, что, когда кушаю живую еду, я могу, не прекращая, тысячу раз вот так вот сделать. Одной рукой сто, потом после ста этой рукой сто, я могу час-полтора, не выпуская его из рук, работать с этим, значит, с весом. Вот. Сделали мы много... А, вот, кстати, вот моя, этот... Про хлеб, моя видеокассета, как делать сырой хлеб из флоксида. Скоро появится диск. В ближайшие дни мы подойдите к Лене, и она скажет, как заказать диск, как приготовить сырой хлеб. Вот эта, вот, кассета снял Серёжа, мой сын, о том, как он, ну, как он живёт на сырой еде. Тут, он, интересно, он сделал в форме Чарли Чаплина, он вылазит из пещеры, и дочка Валя его снимала. Вот. С копьём, и потихоньку крадётся. Если хотите, посмотрите этот фильм, достаточно смешной и интересный. И кидает копьё, и думают все, что он там заколол олени, или там что, а он достаёт банан, что он попал в банан. И, в общем, это... Вот. Этот фильм, он такой юморной, и он занял «Хрустальное яблоко» в Голливуде. Там каждый год делается фестиваль здоровых, но, фильмов о здоровье, он, он занял «Хрустальное яблоко», этот фильм. Вот. Тоже такая кассета есть. «12 шагов к сыроедению». Это «Как готовить сырую еду». Но она, правда, на английском языке, можно перевести, и тоже вы будете следовать, как готовить сырую еду. А вот эта кассета, про зелёные смузи. Люди, которые не готовы, так же, как я когда-то был, не готов изменить свой образ жизни, то они просто начинают делать фрукты с большим количеством зелени, вот, и потихоньку, потихоньку они переходят изнутри на более правильную еду. Потому что, когда кто-то вам рассказал, вы можете вдохновиться, вот, но пройдёт неделя, две или месяц, вы забудете, вас жизнь засосёт каждый день, и вы забудете. А то, что вы открыли изнутри, то, что открыла ваша кровь, то, что открыли ваши эритроциты, да, вы не забудете никогда. Вот, и вы будете всегда знать. И, конечно, люди, многие скажут, что вы тоже не готовы, но так же, как и я был не готов. Придёт время, вы вспомните, и вы попробуете. И спрашивают, а когда начинает работать живая еда? Вот, сколько проходит времени, чтобы стал человек более чувствовать лучше? Один день. Один день вы находитесь на живой еде, и вы лучше спите, у вас лучше пульс, вы лучше себя чувствуете. Вот что такое живая еда. А последние годы я очень сильно стал заниматься, я и всегда, оказывается, занимался, но неосознанно, я стал заниматься вот такой практикой, когда останавливаются мысли. То есть я, когда делал, вот когда я делаю человеку массаж, вот, то я полностью, я, вот, раньше вот я такой был, такой, у меня такой опыт был. Вот когда я начинаю делать человеку массаж, да, и я думаю, сколько я, он мне заплатит, и куда я, или куда ли я потрачу эти деньги, то массаж получается чисто физически, хороший, профессиональный, да, но, и я сделаю 3-4 массажа, и я устал. Больше 4 массажа, я уже, ну, вот, а если я вот беру его, да, и ни о чем не думаю, вот я беру, не думаю, ни о прошлом, ни о будущем, ни о чем, у меня голова становится пустая, я полностью нахожусь, вот, я его держу за руку, за палец, за мизинец его держу, и я полностью нахожусь в этом, в этом мизинце, я полностью соединяюсь с ним, я полностью, я полностью погружаюсь, и, и оказывается, погружение становится, когда ты с ним работаешь, оно становится все глубже и глубже, все глубже и глубже, и состояние, когда останавливаются мысли, становится все глубже и глубже, И вдруг оно раз, и у тебя пусто. У тебя мыслей больше нет. И ты просто только чувствуешь. Ты чувствуешь, у тебя только появляются чувства. И у тебя возникает фантастическое чувство единства с этим человеком. С этим, вот. И ты как будто бы, как будто бы не ты ему делаешь, а как будто бы тебе делают. И ты хочешь ему сделать самое лучшее, как будто твой самый любимый маленький ребенок. И каждый человек становится в этот момент родным для тебя. Неважно, 80-летняя бабушка там, или полный мужчина, неважно. Ты, как бы, это потрясающий, потрясающий экспириенс для тебя, ну, опыт для тебя. Потрясающий, когда ты не видишь его, какой он, да, вот, с физическими глазами. А открывается внутреннее зрение. И ты его просто ощущаешь, как продолжение самого себя. И возникает вот через это единство, что-то спускается, какая-то фантастическая энергия, энергия любви. И она, и ты просто любишь этого человека. И он становится для тебя не клиентом уже, а совершенно родным человеком становится. И исчезает время. И когда есть время, то есть, ну, когда нет там следующих людей, да, я делаю этому человеку 3, 4, 5 часов, невозможно оторваться, потому что стоит потрясающая аура любви вокруг, да, и это самое сладкое, что есть в жизни, вот, она реальна. И ты, не только ты ее испытываешь, а испытывает этот человек. И исчезает время. Один раз я делал 9 часов массаж, это, вот. А 5 часов это совершенно нормально. И он не знает, он знает, что прошло время, но никто не знает сколько. 5 часов или 5 минут прошло все это. И тогда с этим человеком, да, ты попадаешь в истинную реальность, в настоящую, которая находится за пределами ума. У нас, потом я уже прочитал и увидел у Эдхарта Толи, что наш ум и время, и наше эго, они соединены, они три едины. Ум, время и эго. И ум нам никогда не даст выйти за пределы времени. Но когда мы находимся в уме, мы находимся во времени. А когда останавливается ум, то тогда останавливаются даже эмоции наши. Мы выходим за пределы даже за положительных эмоций. А за пределами положительных эмоций находится одно чувство. И это чувство называется любовь. Единство. И мы испытываем это единство. И мы ощущаем такое состояние, когда мы чувствуем, что мы, когда мы от ума живем, мы знаем, у нас у всех есть страх, что мы умрем в конечном итоге. Что мы, и не знаем, верить нам там, что там есть или нету. Но когда останавливается ум, открывается внутреннее зрение, и мы чувствуем, что времени не существует, что время это иллюзия, чтобы только на поезд попасть, и на лекцию вовремя прийти. И когда мы находимся в уме, мы растрачиваем свою энергию, мы продумываем в день 64 тысячи мыслей. И всегда, мы всегда в прошлом или в будущем, и мы никогда по существу не находимся в настоящем моменте, вот в этой руке, в этом прикосновении. Вот в этом прикосновении я ощущаю, что это самое важное в данный момент, что есть в жизни. Вот эта рука и вот это прикосновение к этой руке. И это любовь, которая существует, неважно, мужчина или женщина, пожилой или старый, красивый или некрасивый. Все люди прекрасные, все люди звезды, неважно, что они кушают, сырую еду или вареную, слипшиеся у них эритроциты или неслипшиеся. Это неважно, потому что человек, он состоит из двух частей. И с темной стороны ума, и эгоцентрической своей стороны, и светлой, богоцентрической. И когда мы смотрим физическими глазами, мы смотрим в основном на эго, ну мы сравниваем, хорошо, плохо, правильно, неправильно, мы исходим из своего ума, из своего эгоцентра. Вот. А когда открывается духовное, когда мы попадаем в настоящий момент, то тогда мы смотрим на светлую сторону человека. И это такая фантастическая сила, которую нельзя преодолеть. И все люди, когда это реально, они поворачиваются к нам светлой стороной. Это светлой стороной единства, а через это единство приходит любовь. И тогда мы понимаем, что вообще ничего плохого, неправильного нет, что нет ни добра, ни зла, а существует только любовь, когда мы смотрим своим внутренним взором. И не важно, какая диета. Когда приспичит, садитесь на живую еду. А это, живите, самое главное, без страха живите. Потому что даже многие сыроеды, они начинают жить, ну, кушать сырую еду, и у них появляется гордость и гордыня. Вот я чистый, вот я очищенный, а вы неправильно, вы кушаете там мясо, вы кушаете вареную еду там. У них возникает другая, у них они тело очищают, а душа загрязняется этим эго. Потому что я считаю, что самая большая проблема у человека, это его эго. Не загрязненные эритроциты, а его эго. Потому что тело и у сыроедов уйдет, и у вареноедов уйдет. Только душа наша останется. Или она уйдет светлая и легкая, без нашего эго. И мы пришли на эту жизнь, чтобы освободиться от эго. И мы должны помочь людям освобождаться от этого эго, потому что, когда у человека эго, он живет в уме, он может получать удовольствие, но он никогда не может стать счастливым. И за это, это самое большое сострадание, которое можно иметь к людям, что они не могут быть счастливыми, находясь в уме. И они не испытывают, они не видят ту реальность, которая настоящая, глубинная, которая за пределами видимого. Вот приведу пример. Есть такая картина, когда она состоит из миллионов точек. Вот так вот. Вот. И когда мы смотрим обыкновенным взглядом на эти точки, то мы видим, что это просто картина из миллионов точек состоит. Но стоит, но стоит, но стоит сделать определенным образом взгляд, нельзя объяснить, как это сделать, взгляд, то вдруг раз, это точки превращаются, объем начинают иметь. И мы видим там объемную картину, там видим объем, мы видим там слоников, мы видим там фонтаны. Вот так же, когда мы смотрим физическими глазами, у нас 6 миллиардов людей на земле и 6 миллиардов мнений, потому что мы все живем в основном от ума. мнение на все, на отжимание, на диету, на все, на воспитание, на все у нас есть свое собственное мнение. И оно часто расходится, они всегда расходятся в той или иной степени. И это иллюзия, это майя, когда мы живем от ума. Когда у нас останавливается ум и открывается ум сердца, ум души, тогда мы видим истинную реальность. Тогда мы можем читать, что находится за словами. Тогда мы можем слушать тишину, которая вокруг находится между слов. Тогда мы видим все совсем другим взглядом. И тогда все люди, и тогда мы испытываем с вами одну и ту же реальность. И эта реальность называется любовь. Спасибо вам. Александр, скажи, пожалуйста, вот о земле, во времени, сколько надо есть? Что? Чистой земли, сколько надо есть? Ну, я пробовал, я не думаю, что надо землю есть, понимаете? Я просто пробовал, я пробовал какое-то время, и я пришел к такому выводу, что землю кушать не надо. Вот, это было просто, вот, просто нужно было кушать много зелени, перемолотой на этом, на блендере, на ватамиксе. Нужно было с фруктами. Берешь 2-3 груши, да, и берешь большой пучок шпината, да, и перемалываешь в этом, в машинке, немножко воды добавляешь туда, и выпиваешь. И когда я стал это пить, у меня ноги совершенно заросли, абсолютно. Опять появился волосяной покров, полностью все это, у меня стали ноги, как у 20-летнего юноши. Вот, это, да. Еще один вопрос. А вот если человек с детства, ну, например, с 12 лет начал болеть с сахарным диабетом, и сильно уже так сильно, большие дозы пил инсулины, скажи, пожалуйста, имеет ли этот человек, возможно, сыроеденную вылечить? Я советов, в этом плане, я не доктор, и давать я не могу никаких советов. Ну, как это? Но, если вы можете обратиться, есть такие доктора, которые занимаются вот этим сыроедением, да, натуропатическим, они имеют право это вам советовать, там, вот я знаю, что много людей, вот мой сын лично, я могу рассказывать только о своем опыте, о своей семье, у моего сына прошло. И, интересно, нам через 10 лет сыроедения, нам дали 15 тысяч долларов грант, и в Атланте, один американский институт, сделал, провел эксперимент, он, нас завели в институт, и нас проверили все полностью, от начала до конца, проверили артерии, дали нам выпить пол-литра этого сиропа, сахарного, чистого сиропа, все время была, мерили кровь, посмотрели, как поднимается инсулин, как он упускается, вот, проверили, все-все, проверили на беговой дорожке, код 12-минутный тест Купера, одеваешь маску с трубой, сколько углекислоты тебя выдыхаешь, и каждую минуту поднимается беговая дорожка, скорость увеличивается, и ты весь в этих, в электродах, с выбритой грудью, среди этих мониторов, и ты показываешь максимально, насколько твое тело потребляет кислорода, выделяет углекислоты, как бьется твое сердце, и когда мы приехали к ним в институт, и дали им свои книжки, сказали, вот мы, ну, врачи, они скептики, другому всему учили, они сказали, мы вас проверим, а потом это, почитаем ваши книжки, сначала мы хотим проверить вас, и когда через сутки мы вышли, а, этот тест, когда я пробежал, показал, что, я показал результат, это не то, что я, я, я там, понимаете, а я, это, это реально, что происходило, я показал результат, самый высший, среди 20-летних людей, вот, и они сказали, ты находишься в форме олимпийского чемпиона, по своему, по своему результату, и моя жена, которая, мало двигалась всегда, она не любила никогда, я тогда институт физкультуры кончил, и, в школе у меня было, самый любимый предмет, это физкультура, вот, и когда я стал учиться в институте физкультуры, у меня по всем предметам были пятерки, футбол пять, хоккей пять, легкая атлетика пять, ну, и тоже там была физиология, биохимия, биомеханика, я все это любил, я любил изучать здорового человека, а патологию мне было неинтересно, и когда она сдала, она, я подумал, что, ну, у нее, наверное, не могут быть сосуды, артерии чистые, и когда она вышла, она сказала, врачи сказали, что у меня артерии 18-летней девочки, у меня абсолютно чисто, я боялся тоже, что у меня, у меня столько было простуд много, и сердце кололо, в прошлые времена очень сильно стреляло, и я подумал, ну, наверное, след какой-то остался, ничего не нашли, было все абсолютно чисто, все показатели, и потом наши вот эти данные продавались за 360 долларов, кто хотел по компьютеру посмотреть, что происходит, я не знаю, как сейчас это, но, то есть, всю эту информацию можно поднять, в Дедверском, этом, госпитале, где показали, в каком состоянии у меня террория, и через 10 лет сыроедение, показали, и работает это, но можно, не нужно обязательно это делать, вот как, резко, как мы, скажем, сделали, медленно, постепенно, многие люди делают постепенно, уменьшают дозу там, значит, но, и смотрят за своим самочувствием, в общем, надо связаться с людьми, которые, ну, реально тоже могут следить за вашим ребенком, понимаете? Про молочную траву, то что-то можно сказать? Необработанную, какие-то? Я, когда, когда я жил в Балашихе, и у нас родились дети, то, я ходил к бабушке, там, час по лесу, и брал две банки трехлитровых молока парного, но, первую банку я выпивал сразу, парного молока, а вторую уже приносил детям, вот, но раньше, я очень много слышал, и читал тоже, что от молочных продуктов, слизи много образуются, вот, и я раньше тоже, все время простывал, но, когда я, вот, внутри, в голове своей решил, что я абсолютно здоров, вот, и продолжал, и пил, продолжал пил молоко, у меня не было никакой реакции, я себя прекрасно чувствовал, не было никакого, никакого, но, 15 лет, когда я был на сыроедении, я ни разу не принимал никаких молочных продуктов, и никаких животных белков, никаких, ни рыбу, ни створок, ни сыр, только фрукты, овощи, и орехи были, но, диета очень сильно, сужалась, потому, что, если в начале, ну, живого, сыроедения, я, наша семья, например, в неделю съедала, трехлитровую банку меда, очень много меда мы ели, да, то прошел года два или три, и я заметил, что я съедаю в месяц, только одну чайную чайку, чайную ложку меда, и мне не хочется, если раньше мы съедали, огромное количество орехов, и кушали один раз в день, но целый день, то, то, через несколько лет, вот, то я видел, что я утром просыпаюсь, я кушать не хочу, в обед я не хочу, и вечером я не хочу ничего кушать, может быть, я уже должен питаться от солнца, но мне хотелось получить какую-то положительную эмоцию, да, еда дает положительную эмоцию, и я вечером просто съедал, ну, какой-нибудь салат, а очень часто мне было скучно есть этот салат, делать его, да, лень мне было делать, я для других людей могу много сделать, а для себя мне даже, и мне даже лень было, порезать авокадо, я брал мягкое авокадо, разламывал его, съедал, авокадо, этот, хороший помидор съедал, и брал одну луковицу, и заедал луковицей, скажем, вот так, а когда вот, вот появилось вот это ощущение нехватки, и начали залысины на ногах появляться, как, я два года пил смузи одно, по существу, вот, интересно, вот это вот, книжку вам покажу, один человек, в этом, в Америке, весил почти 200 килограммов, вот его фотография, вот, прочитал он эту книжку, называется, Green Smoothie Revolution, и целый год пил только вот зеленые смузи, фрукты, смешанные с большим количеством, этих, зелени, он похудел, стал, стал вот таким, у него все болезни прошли, и, через год он сфотографировался, со своим доктором, и они влезли в одни штаны, вот, доктор его наблюдал, смотрел, как у него, он был простым продавцом, в Костко-магазине, который продает, ну, очень много хороших товаров, и когда это поместили по всей Америке, бизнес Костко возрос во много раз, просто, ну, там, люди хотят каким-то феноменальным образом похудеть, и вот он похудел, да, я слушаю. Скажите, есть ли овощи и фрукты, которым вы отдаете предпочтение, то есть, как бы, они обязательны в вашем процедуале? Вы знаете, у вас все изменится, вот первое, когда вы только начнете, да, вы будете, у вас будет одна диета, через год у вас будет совершенно другая, и предпочтение, если раньше мне говорили, когда мне читали, говорили, вот придет такое время, когда ты выпьешь два стакана морковного сока, и больше, в течение дня, и больше ничего кушать не будешь, то ты объешься. Я, когда съедал свой стейк, когда каждые два часа, когда я выбегал из бани, я подкреплялся, и, потому что нужно было, как бы, силу, и я говорил, ну, что за бред, как можно двумя стаканами морковного сока в день, переесть их можно, а когда я сам, когда сам так стал жить, то я увидел, что мне, в принципе, я даже полстакана выпью морковного сока, и все. Мы много чего проводили, мы, скажем, проводили, сидели на морковном соке, и когда покупали эти продукты, ну, мешками, в этом, в Коско, в том же магазине, да, нам спрашивали, вы каждую неделю приходите, два мешка морковки, у вас что, лошадь, что ли? А мы все гнали эти соки, и я выпивал так же, как банку, я все, максималист, и если молоко, так, три литра, если морковного сока, так тоже три литра сразу, и в какой-то день, мне организм говорит, все, хватит, и я больше, мне даже не хочется полстакана его выпить, потом мы прочитали, что девочка очень сильно болела, и она пила этот апельсиновый сок, там, значит, и у нее все прошло, мы тоже попробовали, так же, как землю, решили на апельсиновом соке посидеть, и это, и стали брать ящиками, три-четыре ящика апельсинового, и гнать тоже галлонами, и я пил этот апельсиновый сок, но через полгода посмотрел на свои зубы, они все в дырках были, слишком много сахара было, чтобы, и органим сказал, все, хватит, но я могу полстакана выпить, и больше, много орехов мы кушали, вот, и теперь я даже горсточки не могу, я могу два орешка съесть, и все, больше я не хочу, и я, в принципе, пришел к такому состоянию, что я вообще ничего не хочу есть, это, и мне легче вообще, то есть, то есть, вот в чем получается, появляется столько энергии, и человек должен выбирать между двумя, у него появляется столько энергии, он становится как ракета, которая выходит в космос, у него столько, у него появляется состояние осознанности, у него меняется персоналити, он по-другому чувствует мир, да, и он даже выходит за пределы своих гороскопов, он становится, за пределы своего гороскопа, и он становится обладателем всех гороскопов, у него появляется качество всех гороскопов, и у меня было такое, ну, состояние, когда я был за пределами своего скорпионистого гороскопа, был, и обладал, оно есть скорпионы, которые подводные, а есть орлы, понимаете, там два вида, Но вы догадываетесь, какому виду скорпионов это. В общем, но мы должны, мы когда это делаем, мы должны постоянно грести против течения, понимаете? Мы должны работать каждый день, Чехов сказал, душа обязана трудиться, и день, и ночь, и день, и ночь. Когда мы трудимся для своей души, со своей душой вместе, да, мы гребем против коллективного умышления, понимаете? Мы гребем против своей сформированности, которая телевизор, радио, там, понимаете, газеты, книги, мнения наши собственные, там, наше рабство внутреннее, которое мы сформировали. И мы расковываемся, мы снимаем это все, мы, и мы выходим в состояние, мы выходим, мы как, мы входим в состояние осознанности, мы как ракета выходим, ему нужно топливо, чтобы первая ступень отошла, вторая скорость космическая, третья. И мы выходим за пределы, и мы выходим в это пространство любви, понимаете? Пространство осознанности, вот. Но для этого нужна энергия, и поэтому живая еда, сырая еда, она дает эту энергию, она дает этот кислород, чтобы мы освободили наш ум, наше сознание, и прервались по-настоящему, не по книгам, а в состоянии осознанности. И все люди в конечном итоге придут к этому состоянию. И не важно, потом, когда вы придете к состоянию осознанности, знаете, я вам скажу секрет, и не важно, что вы будете потом кушать. Любую еду вы можете превращать, вы становитесь богом, вы любую еду превращаете в положительное и невредное для вас состояние. И вы не будете, даже если вернетесь к прежнему питанию, вы болеть не будете. Немножко энергии уменьшится, уменьшится, но у вас, может быть, что-то другое появится, у вас появится потрясающее общение с людьми, понимаете? Потому что все равно человек, который кушает живую, сырую еду, их мало, и ты все равно превращаешься в человек-амфибию, понимаете? Вы живете все равно, ну, вот мир вот так вот живет, а вы живете вот так. Потому что секс и питание, это самое важное, что это, вокруг чего крутится вся наша жизнь, понимаете? Поэтому можете попробовать, самое главное, я считаю, это выйти в состояние осознанности, быть. И вот это, когда состояние осознанности есть, да, вы соединены с настоящим моментом, вы проникли в настоящий момент, и тогда через вас идет энергия. И тогда вы становитесь целителем, понимаете? Тогда вы можете любую проблему решить, без всякой диеты. Вы прикоснулись, и от вашего прикосновения, потому что вы через вас, не вы это сделали, а через вас прошла эта энергия, она выбрала вас. Когда возникает состояние осознанности, вас выбирает космическая энергия. Вы становитесь космическим существом, вы понимаете, вы ощущаете, что вы космическое. И у вас внутри атомная энергия. И вы этой энергией можете делать все, что вы хотите. И на вас потрясающая удача спускается. Очень вопрос, я думаю, для всех актуальный. О переходе с живое питание, постепенное, резкое, нам поможет перейти. У меня не было времени, потому что счетчик показывал, да, у меня не было времени переходить. У жены не было времени. Вот. И надо было переходить, прыгать в эту пропасть прямо. Но она не пропасть была, поменять. У другого есть время. И я уж удивляюсь, есть люди в Америке, да, которые пришли к этому сыроедению не от болезней, что у них было, не было. Я смотрел, у меня передо мной была пропасть. Все. Вот еще шаг, и все, и я там. А я прошло уже 20 лет, я здоровый. Я могу так же тысячу раз отжаться. Я могу тысячу раз поднять гирю. Я могу проплыть в проруби, и не забанить, не это. Вот. И потом... А есть люди, которые я узнаю, молодых людей. Я вот сейчас был вегетарианский фестиваль на этом... Под Калугой. И я там встретил этого Данильяна, который спас мою жизнь. Ему 91 год. И мы сидели рядом вместе с ним. И я, когда выступал там, я сказал, я благодарен этому человеку. Он спас мою жизнь и жизнь моей семьи. Он дал мне знания, которыми в трудный момент я воспользовался. И который, пройдя немецкие лагеря, сталинские лагеря, дожил до 91 года. И так прекрасно выглядит. И он сказал, что я хочу снова жениться и родить еще ребенка. Я знаком с моносыроедением. В сыроедении очень много всяких течений. И они противоречат друг другу. Один сидит на одних арбузах и говорит, и на бананах. Другой кушает на одни спрауты проросшие. И третий тоже еще в какой-то, значит, ну, в какие-то дебри залазит. А мы пришли к выводу самому простому. Вы кушаете, никакой монодиеты не нужно делать. Просто там есть энзимы в том, что вы кушаете. И просто, просто находитесь в рамках сырой еды. И не важно, как смешивать. Вот, находитесь в этой рамочке. И даже если вы 100% не будете на сырой еде, а будете 70% на сыром, а 30% на вареное, у вас тоже чуть дольше, но все равно пройдут ваши болезни. Понимаете? Все равно пройдут все это. Я не верю ни в какую монодиету. Я, это, я, я совершенно никогда не придерживался никакой. Я голодный, кушаю то, что мне, то, что есть и то, что мне хочется. Вот. И через два месяца у меня прошло все. Не через два месяца, через две недели. Потому что у меня в моем бизнесе, в бане, помогало несколько человек. Это, кто дрова пилил, кто рубил, кто двор убирал. Через две недели они все потеряли работу. Я смог все это делать сам. То есть появилось, появляется. И мы в этот, даже не нанимали, когда дом, дом этот, сдавали по существу. Там были громадные четыре обхвата деревья. Я еще выскакивал с пилой, спиливал эти, сказали, что дом не купят, если там эти деревья есть. Я их спиливал, этот, вывозил все это сам. То есть я увидел, что, ну, фантастическое, фантастическое появляется. А до этого мы были на Гавайских островах тоже с семьей. И там такой есть праздник, там этот, свинью они кушают. Там на верительне они жарят свинью. И там этот, ну, по телевизору, наверное, видели, да, значит, эти, да, ритуал такой, да. И мы съели, наелись этой свиньи и лежали на этом, на кровати и умирали. Было плохо. А через год мы снова приехали, и мы были молодые, сильные, здоровые, энергичные. И было совершенно, совершенно другое. Возвращается молодость. Кто хочет молодости, пожалуйста, путь открыт. Когда вы шли от Мексики до Канады, в какая обувь была на ваших номерах? Мы взяли, мы взяли, у нас была единственная обувь, сандалий Тивос. Такая есть фирма, Тивосы, сандалии. Вот. И мы, у нас не было, мы когда собирались, мы решили, мы твердо решили, мы пройдем. А у нас этот, был мой клиент Бернард Дженсен, это светило, написал 100 книг по эридодиагностике, по глазу. И он, когда еще была у нас баня, он мне позвонил и сказал, я себя плохо чувствую, я хочу, чтобы ты приехал ко мне и делал мне массажи. Я, он говорит, я говорю, ну у меня клиенты, я работаю, он говорит, сколько ты в день зарабатываешь? Я говорю, 500-700 долларов. Он говорит, а если я тебе за массаж буду 500 долларов платить, ты приедешь, тебе надо будет закрыть. Я говорю, приеду. И мы все, он говорит, всем дам жить, а ты мне будешь за 500 долларов делать массаж. Вот. И он нам сказал, когда мы все это потеряли, бани, все там, и он сказал, что он нас субсидирует. Вот, даст нам одежду купить, рюкзаки купить. И мы сказали, пришли к нему и сказали, что на следующей неделе мы уже идем на трейл, так, наметнули ему, чтобы он что-то нам дал, чтобы... Потому что мы жили вообще совершенно без денег, совершенно. И он тогда сказал, да, я вам дам денег. И он выписал нам чек 150 долларов. А надо было, по крайней мере, несколько тысяч на человека, чтобы купить. А мы сказали, мы даже, мы так сильно хотим пойти, мы просто вещевой мешок оденем на плечи, и с мешком просто вот так пойдем. Поэтому, вот. Но друзья немножко собрались, и мы купили сандалии, вот эти тивасы, фиников по 5 штук на человека. И у нас не было никаких, да, и рюкзаки неплохие, неплохие рюкзаки все-таки, это, которые, ну, не отбивают там, не все. Но, и все. И вы в сандалии шли по... Сандалии, мы сандалии шли по снегу, и по пустыням шли, и по... Мы все прошли. И когда, что интересно, когда люди идут, они... А, вот интересно, мы когда вышли с этого, с мексиканской границы, с нами вместе сфотографировалось трое или четверо ребят, молодых, 22-летних. Они были полностью экипированы с палками, в новых ботинках, в новых этих штанах. Все, все у них было, значит, это. А как раз, ну, год Алниния, много дождей в этом году. И мы пошли, они пошли вперед, а мы с детьми, у нас никакой экипировки нету, дождь идет, течет по нас. Мы взяли эти черные мешки, пакеты, одели на головы, вот так закрылись. Это наши плащи были, у нас не было денег на плащи. И по нам течет все это. И я тоже смотрю, и своей жене говорю, ну, слушай, ну, зачем нам идти? Нас кто гонит туда, это, в эти горы? И мы в горы идем, мы идем в горы, в горы, все это, вместе с детьми. И, а я с рюкзаком никогда в жизни не ходил. И через три километра он начал меня душить, этот рюкзак. А я иду, думаю, а мне еще три с половиной тысячи километров идти с этим рюкзаком. Пойдем по грязи, по глине. Да вам не позитивность идти. Вот, и это, и мне жена говорит, а ты вообще не думай о будущем. Вот сегодняшний день ты можешь прожить? Ты можешь пройти 10 километров? У тебя нас же никто не гонит. Вот, а потом высушимся там, костер разведем. И я стал не думать о будущем, о всей дистанции, о сегодняшний день, о сегодняшнем дне я только стал думать. И все, и легко, и легко мы прошли, и это, много было приключений, было много. И по пустыне шли, и в снег попадали, и в мороз, и начиналась пурга, и в горах, когда из горы спускались, на рюкзаках спускались, на пятой точке вниз. Много-много, и дорогу теряли, и в пустыне трое суток воды не было, шли по пустыне, и не было воды. А мы читали и поддерживали друг друга, и мы говорили, вот воды нету, жажда, а мы будем наслаждаться этой жаждой. Будем, все равно когда-то вода будет. И наши, мы детей убрали из школы, они в нашу школу не ходили. Они 4 класса кончили, а потом они в школу не ходили. Мы не дали, чтобы им внедрили это сознание, это коллективное мышление. И они получали нашу науку на заднем сидении. Мы ехали на машине, и они сами разговаривали, читали книжки, обсуждали. И года через два, моя дочка ей было 12 лет, она такую глубину выдала этой философии. То есть мы думали, что они там играются, они краем уха это все слушали, анализировали и это. И я увидел, что она чувствует мир значительно глубже. И один раз, когда мы были в Коста-Рика, у меня произошел очень сильный интересный экспириенс. Я почувствовал душу своей дочери. Я соединился с ней, с ее душой. Глубоко-глубоко, полностью мы слились. Мы две недели ездили по Коста-Рика и объездили ее вдоль и поперек. И в последний день мы подъехали на самый край Коста-Рики, где она с Панамой находится. И в эту ночь, в два часа ночи мы заснули, и в эту ночь началось землетрясение. И начало вот так вот землю шатать, значит, это. И вот эти сваи, которые были, мы в этом, в бунгало, они как эти, как перышки начали двигаться. А у меня был опыт ташкентского землетрясения. И я встал и взял за руки и спокойно говорю, выходим, выходим, выходим. И мы вышли на улицу, и была черная-черная ночь. Не видно было ничего, ни звезд не было почему-то видно. Черная-черная. И мы знали, что эпицентр где-то рядом был, и мы смотрели в море, в океан, и думали, что сейчас будет цунами, что сейчас зальет нас и все, как это. Но цунами не было, не дождались мы. И мы легли на землю, и было еще 100 толчков земли. И мы чувствовали эту землю, эту живую, эту силищу, которая там была, она уже маленькие толчки были. И мы пережили фантастический опыт этого землетрясения, незабываемый, но не страха, а чего-то, который за пределами страха находится. И когда они пошли с сыном в гостиницу, а мы с дочкой остались, я вдруг стал говорить, как я почувствовал все эти 12 дней, что мы вместе были. И это землетрясение, и этих людей, с которыми у нас была дружба, а с некоторыми мы поссорились, получилось, что что-то мы не поняли друг друга. И я так это рассказывал ей, и смотрел, она внимательно-внимательно смотрела мне в глаза, и вдруг она как заплачет, и у нее слезы полились ручьями. И она говорит, папа, мне 16 лет, а ты такой же, как я, ты мир видишь точно так же, как я, абсолютно, я так же вижу, такими же. Мы были с ней в одной и той же реальности, мы видели с ней. Люди, которые видят одну и ту же реальность, они фантастически близки. Они люди, которые видят одну и ту же реальность, они создают новые пространства. Я думаю, что даже мы, если бы мы люди так все это чувствовали, мы новые галактики можем создавать. И мы люди, мы выше ангелов и архангелов, вчера мне сказал один человек. Потому что они обладают колоссальной силой, но у них нет физического тела. И у них нет такого действия, которое может сделать человек. Вот. А мы всеми, всеми их качествами обладаем. Вот. Но у нас есть еще действия, но у нас есть физическое тело. Они все равно эфирные существа, а мы физические существа. И все мы должны пробудиться. Если мы не пробудимся, будет одно в космосе, одно распределение. А если появится критическая масса людей, говорят 144 тысячи людей, это люди, которые проснулись, у которых открыто внутреннее зрение, открылось, которые чувствуют вот эту реальность. И люди, объединенные вот этой общей реальностью, изменят и переведут в другое измерение все человечество. Как вы переносили холод? Мы абсолютно легко переносили холод. И мы каждое утро, когда утро, и где мы приходили, речку где-то, да, мы обязательно купались в этой, обливались этой ледяной водой. И совершенно легко переносится холод. А у меня рядом с домом, всегда, где мы жили, в Ашландиа, там была такая горная река, и там всегда ледяная вода. Я всю зиму переплывал утром и вечером эту речку. И было 44 грибка. Я утром, когда еду на машине, я подхожу к речке, это мой был как ритуал. Я ныряю туда, и быстро-быстро, 44 грибка. И через 44 грибка у меня все горит, все внутри. Меня аж вот это скручивает, вот это вот, от жара, не от холода, а от жара, который... И я чувствую фантастическую молодость. И думаю, какое счастье, я вечером обратно буду ехать, и опять 44 грибка будет фантастически. Люди говорят, что когда они кушают живую еду, им холодно там бывает, холодно. Никакого не было. Переходный период, переходишь, и все, никакого холода нет, и от тебя ты как атомная станция, положительная атомная станция становишься. Спишь совсем мало. Я видел, что иногда мне хватало два часа сна. Вот, два часа. Немножко поспишь. Раньше, когда я был на вареном, вот, да, если ночь я не спал, то я был совершенно нетрудоспособный, я ничего не мог делать. Только надо... А днем уже не выспишься, как бы не спал. А я легко переносил совершенно, но и бессонное состояние, вот, и очень быстро высыпаешься, очень быстро высыпаешься. Как вы спали на снегу, девчонки? У нас были, когда мы вот были в этом, в походе, то мы все равно спускались, снег был все равно, мы шли летом же все равно, он в горах был, мы все равно спускались вниз, где не было снега, где не было. Мы просто шли, спальный мешок у нас был, мы просто шли, расстилали спальный мешок, и мы приучились так спать, просто даже ямка, выемка, где-то даже камень под головой или в боку. Нам совершенно не страшно. На день настолько наработаешься с этим рюкзаком, что совершенно легко переносишь это. А когда мы возвращались, когда дошли до канадской границы, когда мы обняли канадский стол, все-таки мы вот дошли, вот мы его обняли здесь, ну как русские, как и положено, нарушили границу, вошли, там шлагбаума не было, походили по Канаде, и когда возвращались обратно, то возникли тучи очень сильные, и мы уже просто, уже трое суток надо было идти, нам машину подогнали, и трое суток, еда у нас кончилась, и мы без еды, и уже не хотелось ни траву никакую, а хотелось уже возвращаться домой, и мы просто бежали по горам уже с рюкзаками, и нам ничего не мешало, и дети бежали, и когда наступала ночь, мы как вот эта стая волчат, знаете, друг к другу прижмемся вот так вот, да, значит, это, а даже палатку не расставляли, тарпом вот так прикроешься, дождик по тебе барабанит, а ты руку поставил, чтобы дышать воздухом, воздух попадал. То есть возникает такая простота, и не было ни одного мозоля, и про этих ребят я не дорассказал. Когда они, начался сильный дождь, и трое суток не прекращался, и мы пришли в какой-то лагерь, мы, а эти ребята не пришли, и вызвали пожарных, вертолет их искал, и все-таки их нашли, и они пришли трясущиеся, и приехала их мама на всяких, мерседесах и на этом, да, и они сказали, нет, это очень сложно, и они сошли с дистанции, а мы с тремя детьми дальше пошли. И мы на этой тропе встретили разных людей, которые один без ноги шел, там, значит, это, сказал, а я дойду. То есть разных одного миллионера встретили, который бутылки собирал, значит, это, он прятался от налогов, там, чтобы это, и этот, но чтобы у него не отобрали, там, что у него, он притворялся соседям, там, что он бутылки собирает, там. Но много-много, потом одного встретили семи, двух мужчин встретили, они построили дом далеко-далеко в горах, куда ни на лошади не пройдешь, ничего, и построили красивый дом, и они построили его с помощью вертолета, они вертолетчики, они вертолетами привезли все эти, ну, все эти. И потом мы, когда, нас, нам столько помогало людей, когда мы шли, мы один раз подошли к этому горам, мертвые горы, черная, это, желтая пустыня, ни одного растения, ни воды нету, ничего, мертвая, в Калифорнии мертвые горы такие там, и одни горы выше, 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 и мы подошли в последний дом перед этими горами, и там эти, принимают этих хакеров, эти люди, и они дают им воды там набраться. И мы побыли у них, отдохнули, попили воды, взяли, наполнились, а мне много приходилось воды тащить, то есть я уже не 70 паундов тащил, а 120, 130 паундов, я когда брал груз, я вот так вот шел медленно-медленно, то есть, вот это, и мы встали на тропу, и мы пошли в эти мертвые горы, где даже растений никаких нету, и будет там вода или не будет, там непонятно, и эта женщина, которая, она говорит, мы здесь живем всю жизнь, и мы всегда боялись, и мы никогда не ходили туда, а вы идете туда, и она говорит, я знаю, я говорю, вы что-то делаете, вообще фантастическое для людей, и она нам поклонилась, вот так, по-русски там, да, и это, и мы пошли, но мы уже к этому времени понимали, что мы делаем, мы, когда идешь, оказывается, казалось бы, глупая, просто идешь и ничего не делаешь, но ты делаешь самую важную работу на планете, когда ты идешь и ничего не делаешь, ты идешь и останавливаешь свои мысли, свой ум останавливаешь, свое эго, исчезает твое эго, и ты идешь, и ты входишь в свое сердце, и ты объединяешься с землей, ты видишь, что земля живая, она продолжение тебя самого, ты видишь воздух, который продолжение тебя самого, растения, животные, которые встречаются перед тобой, ты продолжение всего этого, и они продолжение, убирается дистанция, это о чем написал Достоевский в своих книгах, зашифрованных, зашифровал, и Толстой, там не то, что события, которые мы читаем в «Войне и мире» или в «Братьях Карамазов», а мы там, когда читаем, и читаем сердцем, и открывается у нас, они помогают нам открыть внутреннее зрение, и тогда мы смотрим на эти персонажи, как на абсолютно живые, и мы видим себя в каждом персонаже, мужчины и женщины, потому что мы все люди, мы едины, у нас все есть у каждого, что у меня есть и у вас есть, только у нас в разных пропорциях все это есть, мы едины, и вот когда останавливается мышление, мы ощущаем, что мы едины, и тогда не надо выполнять никаких заповедей, потому что ты ничего не нарушишь, ничего не надо, ты не украдешь и не обманешь, потому что крадем и обманываем только самих себя, вот, тогда есть только любовь, тогда есть только единство, и тогда все правильно. Я думаю, раз я здесь в России, то в ближайшее время все будет переведено. Сроки? Сроки я не указываю. Пожалуйста, а как вы ориентировались, когда вы по направлению Канадии? По компасу или по? Сейчас скажу, я по компасу совершенно не умею ориентироваться, да, по компасу, это, по компасу ориентировались, да, и там есть, там тропа такая есть, которая проходит, там, и это, от мексиканских границ до Канады, есть этот, этот трейл, вот такая вот, ну вот, вот я вам покажу эту фотографию, вот такая тропинка, ее очищают все время, вот, по этой тропинке, вот она, вот видите, вот эта дорожка, она три с половиной тысячи километров, то есть она удара? Да, 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 вот такая вот дорожка, пока, она, вот, и по этим черным дорам? А? Она шла и по этим черным дорам? По всем, везде, то есть она сделана, не по этим, там с ледорубом не надо идти, там она везде, все равно она по горам идет, но она обходит плавно, аккуратно, красиво, и если опалачивает, другой, в середине Америки, но, тоже, очень, и это, она тянется еще пять тысяч километров, еще по Канаде тянется, эта тропинка. Ну, я почему уехал? У нас был, у нас был очень, очень интересный школьный кооператив, он назывался «Отцы и дети». Когда началась кооперация вот эта, мы из отходов шили детскую одежду, и так он быстро взлетел, так сильно, и так сильно люди поддержали все это, что нас в тот период взяли и закрыли, сказали, что все подбирали, все закрыли, и такой был тяжелый период времени, что было непонятно, коммунисты возьмут власть, или снова придет Ленин, и всех, кто занимался кооперацией, отправят в эти, в лагеря, и будут расстреливать, и мы уехали, получилось так, что нам дали рабочую визу на четыре месяца в Америку, и мы уехали просто побыть четыре месяца в Америке, познакомиться с новой страной, вот, а когда, и оставили все своим, ну, друзьям, партнерам, а через четыре месяца позвонили, сказали, что больше у нас ничего нету, ни этих, ну, ни складов, ни машин, ничего, и тогда мы решили дольше остаться, вот, и, когда мы там, вот это вот прошло, прошли вот эту сыроедческую, мы видели, что если мы вернемся, то в России нет такой возможности быть на сыроедении, как в Америке, как во Флориде, мы жили на набитаемом острове, и на Багамских островах, и на Гавайских, то есть у нас была, и мы научились путешествовать вообще без денег, вот, вот, и много чего произошло интересного, а теперь я просто вернулся, у меня старенькие родители здесь, вот, им по 78 лет, и я хочу, я 20 лет не был с ними, я хочу побыть с ними, и я знаю, что я в России очень сильно востребован, я знаю, наша группа, наша семья, она разбилась на три части, читает лекции Вали, теперь Вика читает с Валей лекции, вот они недавно были в Японии, читали, Сережа со своей подругой ездил, в Австралию, тоже по всему миру ездит, по Европе они ездили много, а я, вот, недавно был на Кипре, в Греции, то есть я сам читаю лекции тоже, так получилось, наша, так как вот Битлес распались, все-таки в конечном итоге, так и, ну, может быть так Вселенная сделала, чтобы мы больше информации, разбившись на три части, больше информации принесли людям, и я счастлив, что я теперь сам езжу, и читаю лекции, и у меня есть потрясающая свобода, и я не оглядываюсь, и я рад за них тоже, и у них есть потрясающая свобода, мы поддерживаем друг друга, и мы будем поддерживать всегда, физически, морально, духовно, материально, и душевно. Давайте поблагодарим Василию Анатольевичу. Спасибо. Спасибо.